Кстати, сегодня четверг, а это значит сегодня утро добрых дел. И наш корреспондент Юлия Белевич уже находится где-то, а вот где мы сейчас узнаем. Юля, доброе утро! Как сегодня будете удивлять людей и помогать? Юля, улыбается? Улыбается, серьезно? Да, ребят, доброе утро! Ну, действительно, четверг, как обычно, особенно добрый, но и бесполезный, и доброй информации мы вас сегодня действительно не оставим. Вот за моей спиной вы видите, работают ребята из трудового отряда главы города, работают активно, работают хорошо, и как раз сейчас будет полезная информация для подростков и их родителей. Сезон совсем скоро новый у нас начнется, в сентябре новая жизнь, кто-то пойдет в школу, кто-то в вузы, у нас в программе начнется новый сезон телевизионный, но вот она сентябрь, и у подростков может начаться новый сезон, потому что они могут записаться в трудовой отряд, и потому что запись уже сейчас идет. Нам о том более подробно расскажет Василий Таргашин, он командир трудового отряда главы города, Вася, ну вот популярная у вас штука трудовой отряд. Все хотят попасть. Расскажи, пожалуйста, летом было все плотненько, сейчас вроде как запись идет в стандартном режиме. Скажи, пожалуйста, как можно записаться? Доброе утро, во-первых, всем. Да, действительно, хорошая новость и добрая новость для этого четверга в том, что у нас набор начался вчера, 10 августа, набор идет на сентябрь и места еще есть. То есть всем желающим можно сообщить эту радостную новость, что можно прийти, позвонить по телефону наших структурных подразделений, либо по телефону штаба, мы подскажем, куда обратиться, 268, 83, 86. И набор идет практически еще во все направления тех бригад, которые работают. Поэтому вот это такая хорошая новость для всех тех, кто хотел, но не попал летом, вот в сентябре можно поработать. Так, ну а давай расскажем, вот как ты говоришь, во все направления, куда подростки могут пойти, может быть, сейчас послушают, что-то уже кого-то заинтересует конкретно. Да, но есть у нас много направлений, например, мобильные бригады, основное такое массовое направление, которое вот здесь представлено, это ребята, которые занимаются благоустройством города. Это уборка, очистка от мусора, очистка от несанкционированной рекламы столбов, остановок, ну вот в общем такой спектр работ. Есть бригады социальной помощи, которые помогают ветеранам войны, людям пожилого возраста, которые оказались в сложной жизненной ситуации, на дому. Убраться, подмести, сложить дрова в частном секторе, выкопать урожай уже сейчас по осени это будет и так далее. Есть у нас бригады территории ответственности, часть которых тоже останется осенью. Это вот те открытые городские пространства, которыми мы занимаемся. Здесь неподалеку есть Сердце Рощи, на острове Татышев, да, оттуда вы тоже делали включение, да, в 3-9-е на острове Татышев и другие. В общем, они тоже у нас в сентябре, часть из них останутся. Появится у нас направление вновь после перерыва на лето, это Красноярский электронный пенсионер, обучение старшего поколения основам компьютерной грамотности. Вот, наверное, такие основные на осень, это вот этот блок направлений. Вася, ну вот еще вопрос такой, летом-то понятно, как ребятам работать, а вот осенью возможно ли сочетать работу в трудовом отряде с учебой, со школой, соответственно? Да, у нас и трудовый кодекс это регламентирует, и мы, соответственно, ни в коем случае не ставим, там, с утра, когда у ребят учеба. Это все вторая половина дня, ближе к вечеру, и это только 2,5 часа ребята могут работать, согласно законодательству. Поэтому, ну, то есть это не отнимает много времени, это вторая половина дня, как правило, с 3-4 часов и до 6-7 часов вечера. Потом, соответственно, у них есть еще время на то, чтобы сделать домашнюю работу или там те дела, которые у них еще остались. Поэтому это не мешает, как правило, наоборот, удачно сочетает, когда есть планы больше, больше успеваешь. Ну и давай еще откроем секрет, вот все-таки куда больше всего подростки стремятся, в какое направление, что им интереснее всего? Вот по опыту своему. По опыту, наверное, в то направление, которое я пока не озвучил вообще, оно у нас летом было. В сентябре останется всего одна-две таких бригады, это бригады художников, которые тоже занимаются оформлением пространства. Поскольку туда у нас конкурсный набор, туда и конкурс тоже очень большой, и ребята хотят попасть, и когда они видят, что уже появляются их объекты, это желание только возрастает. Поэтому это очень круто, и это большой конкурс, и это очень такой большой отклик и у ребят, у самих, которые потом продолжают этим заниматься. Творческий у нас, подростки, творческая молодежь. Вась, ну и последнее, давай еще раз повторим телефон, чтобы кто не записал, записали. Да, скажу, молодежь не только творческая, но и трудолюбивая, учитывая те объемы, которые они успевают разрисовывать. Телефон штаба трудового отряда, по которому можно обратиться и узнать все подробности, 268-83-86. Мы там вот минут через 30 туда, я думаю, приедем, и можно звонить. Спасибо большое, ну я надеюсь, все услышали, все записали, так что вот запись пока свободная, так что торопитесь, чтобы потом в последний момент не звонить и не записываться. Так что студия, вам передаю слово. Юлия, спасибо большое, с трудолюбивой молодежью общалась и наша отнюдь не возрастная корреспондент Юлия Белевич, она была на прямой связи со студией, рассказывала о добрых делах, которые совершают подростки, это члены трудовых отрядов. В этом году это прям ажиотаж, но на сентябрь на благие дела, добрые дела, можно еще записаться. Телефон вы найдете на нашем сайте.